Я говорю о другом. Я говорю о том, что как бы ты не любила своего мужа и своих детей, все равно перед тобой сидит Брюс Виллис. И это может быть один раз в жизни. Неужели не хотелось попробовать? Я тебе скажу, вот, Дим, наверное, поэтому такие, как Брюс Виллис, обращают внимание на меня. Ты знаешь, все были удивлены. Это было первое такое интервью, а потом уже у меня было много интервью с голливудскими звездами. Поэтому так оно и влияет. Вот мне все равно. Хочешь верь, хочешь нет. И вот как интервью, даже тебе будет интересно. Я сидела перед ним, там же вообще преамбула была гениальная. Там его очень любила моя подруга, мой партнер, близкий меня человек, Наташа Билан. Она владельца компании МБ Групп. Марго Крыжевская и Наташа Билан, которые производили детали. Они же Форт Боярд, они же Вульф, они крупнейшая российская производительная компания. И мы все время смеялись. Наташа как бы эрудит интеллектуал до кончика ногтей. То есть человек, который переводил Дефирелли. Ну, как бы понятно, французский, итальянский в совершенстве. У нас есть такая шутка, что Наташа Билан любит дальнобойщиков и Брюса Уиллиса. И что когда-нибудь мы шутили на пике моей карьеры, мы обязательно прорвемся в Голливуд и снимем Брюса Уиллиса. У нас компиляции его фотографий везде были. И тут мне раздается звонок в один прекрасный день со словами, не хотели бы вы снять Брюса Уиллиса. Я говорю, ну, в принципе, да. Я, походу, думаю, что это программа розыгрыша. И дальнобойщиков тоже. И дальнобойщиков тоже, если можно, штук пять приведите. Я думаю, что это программа розыгрыша. И мы с этим людьми начинаем вступать в переговоры. И они приезжают, мы с ними обговариваем детали, как мы его будем снимать. И мы все время думаем, что это розыгрыш. Дальше, сокращая историю до смешного, мы стоим в концертном зале Пушкинске. И нам говорят, сейчас привезут Брюса Уиллиса. Толпа, значит, стоит на примере Over the Hatch, вот это вот, над забором. Лесная братва, да. Лесная братва по-русски это было. И я все равно говорю, Наташа, этого быть не может. Потому что это не того уровня примера, чтобы он приехал. Когда на красной дорожке останавливается машина, толпы фанатов и все, Наташа говорит, ну, конечно, ради тебя. Это уже манья величия. Все думают, что программа розыгрыш арендовала всю Пушкинскую площадь, как кинотеатр Пушкинский, красную дорожку. Такое количество журналистов перехнулось. Вот на ней появился Брюс Уиллис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова